Сегодня мы разберем еще одну библиотеку, с помощью которой можно работать в интернете с географическими данными. Именно эта библиотека называется Leaflet API. Это яоскриптовая библиотека, которая позволяет работать с географическими данными в вебе. Разберем ее на примере веб-приложения, которое лежит на GitHub. Вот адрес, и посмотреть его можно вот по этой ссылке. Вот такое веб-приложение, на котором мы видим кластеры землетрясений, отображенных по определенным запросам, а именно по дате. И в дальнейшем есть еще возможность отфильтровать данные землетрясения по их магнитуде. Собственно, мы можем сделать запрос на определенную дату, получить результирующие точки, приближаться к кластерам и при нажатии на каждую точку мы получаем всплывающее окно с некоторой информацией о данном землетрясении. Также мы можем фильтровать по магнитуде. Как вы видите, с увеличением магнитуды количество точек уменьшается. Ну вот мы сейчас и разберем, как написано это приложение на Leaflet. Итак, давайте перейдем в код. Код файла Leaflet.html. Сначала давайте посмотрим, как устроена HTML страница. То есть у нас есть хэт, в котором мы подгружаем необходимые ссылки и я в скриптовой библиотеке. В дальнейшем мы чуть подробнее на каждом из них остановимся. Но в общем и целом, в отличие от Argus API, здесь работа идет не с Doge, а с jQuery. Собственно, поэтому мы и подгружаем библиотеки jQuery. Дальше идет некоторое оформление. И в теке Body мы видим основной div с MapID, в которой, собственно, поместится наша будущая карта. Это кнопка, по которой я могу кликать, и выпадающий блок с фильтрами по дате и магнитуде. Итак, как пишется код с помощью библиотеки Leaflet API? Во-первых, это очень похоже на Argus API. Конструкторы очень похожие и, в принципе, логика тоже похожа. Все происходит после того, как загрузится HTML страница. Сейчас вот это мы пропустим и отсюда начнем читать. То есть сначала создается карта. Как мы видим, здесь вот есть такая буква L, что обозначает ссылку на библиотеку Leaflet. Итак, создается карта, очень похожа на Argus API, то есть центр, зум и айдишник того diva, в который впишется эта карта. После этого к карте с помощью метода addTo добавляется тайловый слой. Ну и ссылка на него дана. Отлично. Теперь у нас есть карта с тайловым слоем на ней. И дальше мы хотим подгрузить точки с определенного адреса. То есть подгрузить координаты с размещенного в интернете слоя. Вот ссылка. Сейчас мы на нее зайдем. Мы видим, что это землетрясение. Итак, что здесь написано? После указания адреса мы можем указать метод и параметры запроса к данному слою. В данном случае мы будем использовать метод query, то есть метод запроса. Мы можем осуществить запрос, указать формат, в котором мы будем получать ответ. То есть здесь вот написано формат geodjson или формат xml. И дальше указывать дополнительные параметры, а именно дата, начиная с которой мы хотим посмотреть землетрясение, и дата, заканчивая которой мы хотим увидеть землетрясение. То есть если мы перейдем по этой ссылке, мы увидим JSON, то есть это аналог feature collection, в которой есть координаты каждой точки, то есть ее геометрия, и какие-то еще ее дополнительные свойства и характеристики, вот например магнитуда, ну и другие. То есть мы будем запрашивать вот такой вот JSON, получать его в ответ и брать нужные нам свойства для отображения точек на карте. Итак, мы создали переменную, равной ссылке вот этого запроса. Вот она. А точнее не конкретно этого, а вместо startTime и endTime мы поставили какие-то свои даты. То есть мы вначале ввели переменные startTime и endTime, и в дальнейшем их просто подставили. Дальше с помощью AJAX запроса, а именно get запроса, мы послали запрос на этот адрес, и при успешном ответе по данному запросу сработает функция onGetSuccess, которую мы также задали. То есть вот функция onGetSuccess, в которой происходит следующее. Переменная myJSON равняется тому JSON, который мы получили в ответе. Дальше переменная layer равняется слой GeoJSON из библиотеки Leflet, где на вход берется JSON data, то есть JSON файл, который мы получили. И в качестве дополнительных параметров мы можем указать следующий метод onEachFeature, то есть что случится с каждым объектом в этом feature-collection. А с ним случится следующее. К каждому объекту применится метод bindpopup, то есть создание инфо-окна или popup-window, в который впишется следующее. Жирным шрифтом info и дальнейшим курсивом feature properties title. То есть откуда это берется? Это берется, конечно же, вот отсюда. То есть здесь мы находим слово title и видим, что это текстовое указание магнитуды и адреса данного землетрясения. То есть если мы посмотрим в наше приложение, вот мы видим магнитуду 0.8, 70 километров в Орегоне от Орегона. Вот, собственно, Орегон. Ну, обычное всплывающее окно. И после переноса строки мы поставим слово магнитуда и возьмем feature properties mag. Это еще одно свойство. Вот оно, которое отражает магнитуду данного землетрясения. Дальше. Что происходит дальше? То есть вот слой мы создали, но пока что мы его никуда не добавили. То есть у нас есть просто переменная с этим слоем. Дальше к переменной markers. Что такое переменной markers? Это вот эти кластеры. То есть вот она была создана. Переменная markers. L.marker.cluster.group То есть это слой с кластерами. И вот в этот слой с кластерами мы добавляем вот эту перемену. То есть этот слой. И затем уже маркеры добавляются на карту уже при помощи знакомого метода addTo. Вот эта строчка обозначает, что элемент loading с ID-шником loading, то есть вот этот, перестанет отображаться. То есть его style.display будет равен нам. Выглядит он вот так. Вот он. И вот он перестает отображаться. Итак, дальше. Теперь давайте разберемся с тем, что у нас указано вот в этом ниспадающем блоке. Во-первых, это фильтр по дате. То есть у нас есть возможность выбирать две даты. И при выборе даты окончания у нас идет запрос к опубликованному слою. И отображаются определенные объекты в зависимости от ответа данного слоя. Как сделать такие календари? То есть, поскольку я уже говорил, что мы используем библиотеку jQuery, можно в гугле сделать такой запрос date picker jQuery и перейти по первой ссылке. Здесь мы увидим сайт, в котором мы можем выбирать слева какие-то виджеты, интерактив, а справа уже под разделы данного виджета. То есть, как мы видим, немножко меняется то, что мы хотим увидеть. Ну вот я оставил вот такой вот, то есть самый простой календарь. И здесь мы можем посмотреть код, который требует отображения такого календаря. Вот, собственно, отсюда и появляются эти ссылки на jQuery библиотеке, которые были указаны у нас в начале скрипта. Ну вот они. Ну и дальше просто идет обычный конструктор составления виджета. То есть, указывается ID, в который положится данный календарь. И с помощью конструктора, точнее метода date picker, мы можем указывать некоторые свойства, именно, например, onSelect, то есть выбор даты, и что будет происходить при выборе даты. А именно при выборе даты у меня меняется переменная startTime, которая идет вот в таком вот формате. То есть, этот формат, он взят из слоя, из опубликованного слоя. Вот он формат этот. То есть, вот в таком формате передается дата в переменную startTime. Теперь второй календарь, он имеет немножко больше функционала, потому что при выборе конечной даты мы хотим отправить запрос к слою и получить ответ, то есть готовые точки землетрясений. Поэтому в методе onSelect мы очищаем предыдущий слой, который был внутри слоя с кластерами, очищаем саму переменную layer, то есть сам слой. То есть, у нас опять markers — это lMarkerClusterGroup, и layer — это lGeoJSON. То есть, это такие пустые заготовки для заполнения слоя координатами. Дальше сразу мы отображаем блок вращающегося индикатора загрузки, составляем переменную endTime и составляем переменную URL, к которой мы хотим обратиться с помощью startTime и endTime, которые были составлены только что. Затем, при помощи метода get мы составляем AJAX запрос, который принимает на вход URL, собственно, тип запроса, а это get-запрос, и два параметра — success и error. То есть, success — это функция, которая сработает при успешном ответе данного самолета, и error, соответственно, при неуспешном ответе данного слоя. Функцию onGetSuccess мы уже смотрели, давайте посмотрим функцию onGetError. Вот она, функция onGetError, принимает на вход данные, которые мы получили, выводит их в консоль и выводит alert. Ваш запрос не может быть выполнен, и выводит статус ошибки, то есть, там, 404 или еще какая-либо. И после этого снова освобождает тот блок, то есть, дает возможность менять запросы, то есть, менять фильтры. То есть, например, если мы поставим какой-нибудь очень большой интервал времени, то есть, количество данных будет очень большим, то, скорее всего, слой нам не ответит. Ну, вот пока я поставлю его грузиться, то есть, сейчас у нас должно всплыть окно, то есть, alert, в котором будет написан статус ошибки, 400. Все, то есть, слой не ответил нам. То есть, мы обработали неуспешный запрос к слою. Так, ну и что нам еще осталось разобрать? Это фильтр по магнитуде. То есть, мы меняем бегунок, и количество землетрясений с магнитудой 3, их, конечно же, меньше, чем количество землетрясений с магнитудой 2 или 1. Также мы можем менять вручную, то есть, при помощи выпадающего списка. То есть, я поставлю 6, и у меня осталось вот вообще одно землетрясение в Папуа-Новой Гвинеи. Ну, давайте посмотрим, как устроен фильтр по магнитуде. Как мы знаем, это слайдер называется, поэтому в гугле мы можем набрать слайдер jQuery, или просто здесь в виджетах выбрать уже слайдер. Итак, вот дефолтный слайдер, а я, по-моему, взял... Вот, я взял слайдер bound to select. Можем посмотреть код. Ну, в общем, мы его, в принципе, и копировали. Итак, указывается ID, куда будет записан данный слайдер. Это вот этот вот тег select, в котором есть варианты выбора. Именно их 8, от 0 до 7. Итак, исходя из данного конструктора, мы можем указать минимальное значение на слайдере, максимальное значение на слайдере, указать значение, которое будет изначально на слайдере, и функцию, которая будет срабатывать при движении бегунка. Как мы видим, когда я двигаю бегунок, вот это вот значение меняется в соответствии от значения, выбранного на бегунке. То есть, здесь, собственно, это и написано, что значение в select будет равно значению на бегунке. Дальше, что написано? То есть, дальше написано, что если заданы startTime и endTime, тогда мы снова очищаем слой с кластерами, сам слой, то есть, мы очищаем его от уже вписанных в него точек, и создаем, точнее, заполняем переменную layer новым слоем, причем используем метод фильтр, то есть, метод фильтрации, а именно, это функция, которая сравнивает свойства каждого объекта, то есть, свойства магнитуды каждого объекта с значением на слайдере. И только если магнитуда в данной точке, в данном землетрясении, была больше либо равна того значения на слайдере, который мы выбрали, в таком случае, этот объект, то есть, это землетрясение, будет вписываться в слой, то есть, в переменную layer. Ну и опять используется метод onEachFeature для создания pop-up-окон, то есть, info-окон. Ну и затем опять слой с кластерами заполняется переменной layer, то есть, точками с pop-up-оконами, и этот слой с кластерами добавляется в переменную myMap, а это наша карта. И далее мы пишем обработчик уже ручного выбора, то есть, что будет происходить, когда мы ручную выбираем магнитуду. То есть, во-первых, у нас будет изменяться положение бегунка на слайдере, и затем происходит все то же самое, что мы только что разобрали. Ну, что, собственно, и логично. То есть, в этом случае у нас ниспадающий список зависел от... То есть, значение в ниспадающем списке зависело от положения бегунка. Ну а здесь наоборот. Положение бегунка будет зависеть от выбранного нами значения в ниспадающем списке. Ну а дальше все то же самое. Очищаем наши слои, заполняем слой с фильтром, чтобы магнитуда была больше либо равна выбранному значению, и добавляем эти слои на карту. То есть, здесь мы не делаем нового запроса к слою. То есть, здесь мы просто фильтруем те объекты, которые нам были возвращены при запросе по дате. То есть, здесь это будет работать гораздо быстрее, чем запрос по дате. Здесь идет просто фильтр уже выбранных объектов. Ну и сама кнопка, которая работает вот таким образом. То есть, при нажатии, при уже открытом блоке он скрывается, и если он был скрыт, то он открывается. Это делается с помощью функции jQuery slideToggle. То есть, метода slideToggle и количество миллисекунд, за которое будет открываться или скрываться данный блок. Мы пишем обработчик события клика по элементу с ID myButton. А элемент с ID myButton это вот эта кнопка. И внутри обработчика, то есть внутри самой функции, мы пишем, что элемент с ID myBlock, а это вот этот вот блок, к нему будет применен метод slideToggle с параметром 300. То есть, он будет либо скрываться, либо открываться за 300 миллисекунд.